Великого Поста Неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде. Вот эти три подготовительные недели устроены Церковью для того, чтобы человек вошел в пост постепенно. Не так, чтобы его и тело, и дух сразу же вступили в эту строгость, в эту степенность и непростую такую душевную, духовную стезю. Для этого эти три недели напоминают нам об событиях, или точнее о каких-то духовных переживаниях, которые человеку нужно пережить для того, чтобы плавно войти в пост. Например, первая неделя о мытаре и фарисее. Эта притча напоминает нам о том, что постясь можно быть лицемером. Лицемером, то есть считая себя праведником, думать, что ты пред Богом имеешь какие-то заслуги и гордиться этим. Пример мытаря говорит о том, что нужно быть скромнее пред Богом и не замечать перед Ним, и не указывать Ему на свои достоинства. Вторая неделя о блудном сыне. Напоминает нам о том, что находясь в посте, нужно быть в таком состоянии, в котором оказался блудный сын. Нужно пройти путь этого блудного сына. Вспомним немножко, что произошло с ним. Этот человек, живя в богатом окружении, вдруг, каким-то непостижимым путем, оказывается ниже своего достоинства, и даже более того, он становится униженным. И, находясь в свинарнике, он ест то, что положено свиньям, он вдруг вспоминает, что у него есть дом. Дом, в котором есть хозяин, в котором есть богатство, в котором есть то, чего нет в его настоящем положении. Так вот, оставив все это, вспомнив о том, что его там ждут, он возвращается в эту обитель, в обитель покоя, радости и отцовского ожидания. Отец его принимает. Постом необходимо помнить о том, что нам всем необходимо вернуться. Вернуться в то состояние, в котором Господь нас сотворил. Вы были созданы для того, чтобы радоваться и находиться с отцом. И пост — это строгость, которая постом нам внушается, строгость к нашей жизни, строгость к суду над самим собой. Она приводит нас еще и к третьей подготовительной неделе, которая как раз гласит о страшном суде. Страшный суд страшен тем, что будут обличены наши деяния такие, какие они были вот здесь внутри, в сердце, пред Богом. И Бог обличает эти деяния не только перед собой, а обличает их перед всеми людьми. Таким образом, давая нам понять, что мы не одни в этом мире, и не только с Богом, а еще есть вокруг нас люди. И если они даже не видят наших деяний, которые мы скрываем тщательно, преступных деяний, преступных с точки зрения Бога, с точки зрения совести и нравственности, эти дела должны быть не просто несотворимыми пред Богом, но также они должны быть направлены на благо для людей, чтобы потом нам не постыдиться на страшном суде. Как Господь говорит, что нам будет стыдно увидеть то, что нас увидели. И об этом говорит весь Новый Завет. Так вот, эти три подготовительные недели вводят нас в это благоприятное время для спасения. Все ныне день спасения, как говорит апостол Павел. Поэтому подготовимся к Великому посту достойно. Субтитры создавал DimaTorzok